Итак, наши режиссеры говорят, мне можно, и наступает абсолютно волнительный для меня и для всего театра Артишок момент. Сегодня 17 марта, уже совсем скоро, через полчаса, ровно в 20.30, с площадки нашей большой сцены, на которой мы находимся прямо сейчас, начнется прямой эфир. Впервые театр Артишок выходит в прямой эфир. И знаете, это не такой прямой эфир, когда, ну, все достали свои сотовые телефоны и транслируют в Инстаграм, в свои Фейсбуки. Это настоящий прямой эфир. Я когда вижу режиссеров ПТС, я когда вижу камеры, я когда вижу так много вообще людей, которые технически поддерживают сегодня наш проект, у меня, конечно, руки трясутся, и это очень большое волнение. Друзья, самое важное, что я сегодня буду говорить в течение этих получаса, этих 30 минут, то, что вы, пожалуйста, рассказывайте своим близким, своим друзьям, своим коллегам. Все, кто сейчас сидят на карантине и не могут посещать какие-то публичные мероприятия, потому что этих мероприятий, к сожалению, пока в Алмате нет. Город немного остановлен, мы все находимся в какой-то ситуации, с которой мы никогда не сталкивались. И то, что делает сейчас Артишок, это, наверное, какой-то призыв, это наш голос. Мы хотим быть с нашими зрителями рядом и показать им тот спектакль, который мы готовили, который мы очень любим. Итак, камерная опера Ертостик. Что это за материал, если вы о нем никогда не слышали? Премьера спектакля состоялась в прошлом году, в мае. Спектакль создан в жанре камерная опера, достаточно экспериментальный для казахстанского театрального поля проект, что такое камерная опера, какими голосами поют артисты. Это оперные партии, можно ли услышать там соло Белькантова и близко ли это к тому, что показывают там в нашем прекрасном театре оперы и балета. Нет. Это завершенный эксперимент. Это музыка, написанная для этого спектакля прекрасным композитором Александром Манацковым. Это звучание наших артистов, которые прямо сейчас на площадке распеваются и готовятся. Так вот, мы взяли материал, потрясающую, любимую сказку, знакомую очень многим с детства, сказку Ертостик, и нашли в ней какой-то свой авторский взгляд. Нашли в ней какие-то темы, которые прикликаются с нами такими, какими мы есть сегодня. И мы ищем в этом спектакле ответы на вопросы, где наша любовь к стране, в которой мы живем, где тот самый герой, которого мы все ищем, где тот самый Ертостик, который сейчас придет. И на самом деле, прямо сейчас мы все находимся с вами в какой-то чрезвычайной ситуации, и мы не знаем действительно, что будет завтра, события в нашем городе, в нашей стране меняются слишком стремительно. И да, и мы к этому не привыкли. И вот, когда городу нужен герой, приходит Ертостик. Я хочу рассказать вам немного о площадке, на которой мы находимся сейчас. Посмотрите, вообще, это гримерка. Гримерка всех наших артистов. То есть у нас нет какого-то разного пространства, где там, не знаю, заслуженные артисты, а здесь молодые, а здесь парни, а здесь девушки. Нет, мы все готовимся к спектаклям вот в этом чудесном пространстве, и оно, правда, великолепное. Потому что, я уверена, ни один театр в мире, я говорю, конечно, так не основанно на чем-то, но это только моя интуиция, не имеет таких прекрасных окон с видом на парк, с видом на церковь. И когда ты открываешь окна, когда ты готовишься к спектаклю, гримируешься, и здесь, не знаю, прыгают белки, они буквально запрыгивают к тебе в окно, то это какая-то потрясающая вещь. Вот, Вика, привет! Я обычно не беспокою артистов перед спектаклями. А я не пою, мне можно! Да, Вика Мухамеджанова уже в образе. На самом деле, очень редко допускаются операторы с камерами в пространство, в котором артисты готовятся. Есть такое некое табу, что лучше не давать интервью перед спектаклями. Но, по-моему, сегодня мы нарушаем все правила, мы выводим в эфир наш ведущий спектакль, чтобы как можно больше людей посмотрело его. Хотя многие театры часто придерживаются к такому мнению, что не стоит делать трансляции, потому что люди же посмотрят в интернете, и не придут, и не купят билеты. Скажи, вот та обстановка, в которой мы сейчас работаем, с которой мы столкнулись, как вообще для тебя была эта новость, то, что мы делаем прямой эфир со спектаклем? Ну, мне кажется, это безумно крутой шаг, потому что это такая уникальная возможность увидеть этот спектакль тем, кто не живет в Алма-Ате, кто не приехал сюда на пять дней, а нас смотрят люди в Японии, в Китае, в Европе, все пишут «Артишок, Артишок, мы вас наконец-то увидим!» С России пишут наши друзья, которые работали с нами, но потом быстро улетели делать свои другие работы, они пишут «Наконец-то я смогу посмотреть этот спектакль!» Мне кажется, это очень круто, и это, как это, совсем другое ощущение. Понятно, что живой зритель — это одно, но когда ты понимаешь, что всё равно столько живых зрителей будет по всему миру, это вообще просто вот «О боже! О боже!» Это очень круто. Расскажи, пожалуйста, про свой образ. Что это за персонаж? Это персонаж... Это такое, по факту, мировое зло, которое никуда не исчезает никогда, которое всегда есть, и которое нельзя убить. То есть и так, и сяк пробует, а оно всё равно «тыкс, привет!» «Я здесь!» Оно всё равно возрождается. Но как я люблю вспоминать «Мастера и Маргариту», где говорится, как бы без тьмы не было бы света, поэтому... Ну, я не отношусь к этому персонажу так уж супер отрицательно. Ну, мне нравится. А как зовут персонажа? Это персонаж... Мы называем его Бек Торре. Это... Как бы этот персонаж прописан в сказке «Яртостик», то есть это дочь Перри, которая влюбляется в «Яртостика», а он, поскольку любит Кенжи Кей, он не может ответить ей взаимностью, и она очень на это обозлилась, и всю остальную дорогу она, как бы, очень сильно строит козни для него, поскольку вот она не могла принять то, что он её отверг. Очень интересная женщина. Я вижу у тебя в руках очень важный реквизит. Это кровь. Расскажи, пожалуйста, как с ней работают артисты, и вот что это за материал, что ты с ней делаешь? Эта кровь, она... Она у нас используется вообще во многих спектаклях, потому что она классная, ребята, она классная. Она чаще продаётся под Хэллоуин, но в такие дни её тоже, в принципе, можно найти во всяких магазинах приколов. Ну, блин, кетчуп просто это не очень. А вот такая кровь, она крутая, и я не буду вам рассказывать, что именно я делаю, не буду спойлерить, вот вы сами видите, но это... ну, короче, это очень классный материал, её безопасно глотать, как бы, и так далее. Но она, правда, ужасно видается в коже. Я на репетиции попробовала, и я потом ходила красная. Ну, я ещё не могу не спросить о всяких актёрских лайфхаках, связанных с гримом, с подготовкой. Я знаю, что вы сами готовите свои образы, что нет, не знаю, специального гримера в театре, каждый готовится самостоятельно. Вот какие у тебя есть навыки, умения? Ты супер универсальный солдат в этом. Ой, не говори вообще. Просто классно, когда ты умеешь это сам делать, ты это делаешь в очень большой скорости и очень качественно. Вот когда уже есть клёвый опыт, тебя вообще не парит. Есть у тебя гример, нет у тебя, говорит, да господи. Я сама такая шик-шик-ши пошла в туалете, волосы сделала, тут наклеила, ещё половину театра загримировала параллельно. Вот, так что это такая, ну, классная штука, когда артист умеет всё делать сам, ребята. Так что умейте всё делать сами, потом пригодится. Ну что ж, спасибо тебе большое. Да, не будем отвлекать Вику. И вообще, конечно, артистам очень важно собираться перед спектаклем, немножко побыть одному, вспомнить, не знаю, ощутить себя в материале. Я хотела бы ещё раз напомнить, буду говорить об этом постоянно, что сегодня, 17 марта в 20.30, мы специально поставили такое время, обычно спектакли в театре Артишок традиционно начинаются в 7 часов, но здесь мы, конечно же, подумали о тех, кто едет в пробках, кто задерживается на работе, что вы должны приготовить ужин, что сделать все вот эти дела, которые чаще всего отвлекают человека для того, чтобы пойти в театр и посмотреть спектакль. Они, наконец-таки, возможны. У нас чуть не упала камера, но мы её поймали, потому что, я не знаю, волнение тут абсолютно зашкаливает, правда, у всех, потому что действительно для многих и для моих коллег-операторов это впервые такой опыт. Действительно, казахстанские театры не так часто... Я на своей памяти помню буквально 2-3 раза проекты, связанные с трансляцией в интернет, но так, чтобы казахстанские театры делали это постоянно, я таких случаев не помню. И, конечно, для нас везде сейчас какие-то вещи, которые мы делаем впервые. Так вот, я стала говорить о том, что время, время, в котором мы встречаемся сегодня, это 20-30, когда мы все-все-все успеваем приехать, накормить детей, усесться и выдохнуть, включить YouTube. Как найти нашу прямую трансляцию? Это просто. Заходите на YouTube, в поиске набираете Театр Артишок, выходит сразу наша страница, и на главной странице есть кнопочка Переход на нашу прямую трансляцию. Что мне еще важно сказать? Прямая трансляция сегодня бесплатная, то есть к ней может присоединиться любой человек, но на платформе StartTime.kz, это прекрасная краудфандинговая платформа, можно также найти наш проект и поддержать его, потому что, конечно же, театр, это понятно, театр несет какие-то достаточно масштабные затраты для осуществления спектакля, для того, чтобы приехал композитор, для того, чтобы приехали музыканты, часть из которых живут в другом городе. Мы ввели в постановку, которая будет сегодня, четыре новых артиста, двое из которых наши студенты. То есть это большая, серьезная работа, плюс, конечно, мы сегодня обеспечены таким техническим составом, персоналом, и мы обратились к людям, мы обратились к нашим зрителям, пожалуйста, поддержите нас. Нам очень важно быть сегодня рядом с вами, и нам очень важна сегодня поддержка, потому что, когда мы узнали, что, в принципе, все театры прекращают на время свою деятельность, то, конечно, в первую очередь, каждый артист, он думает о спектакле, он думает о том, что мы же столько готовились, а как же, это такое же чувство, когда у спортсменов отбирают олимпиаду или чемпионат мира по футболу, и вот сегодня я читаю о том, что чемпионат мира по футболу не состоится, и я представляю, насколько это чемпионат Европы по футболу, простите, и я понимаю, насколько это тебя в какое-то состояние стресса вводит, потому что ты так готовился и не можешь реализовать то, что ты хотел, и у нас случилась эта возможность, буквально там за пару дней мы нашли партнеров, мы приняли это решение, сделали промоушен, и вот справляемся с той ситуацией, с которой нужно уметь справляться, никто не знает, как долго продлиться карантин, а мы, как театр, который находится действительно в прямой зависимости от наших зрителей, наш основной источник дохода это продажа билетов, и, конечно, мы должны быть на виду, мы должны давать людям возможность видеть нашу работу, и давать людям возможность поддерживать нас тогда, когда мы испытываем какие-то трудности, и говорить об этом просто и открыто. Чингис, можно я тебя приглашу в наш такой прямой эфир, арт-провоз, идет трансляцию, здорово, сейчас из нашей гримерки, расскажи, что сейчас происходило на большой сцене, на которую наша камера переместится совсем скоро. Только что у нас была музыкальная настройка вместе с композитором Александром Монацковым, он нас всех настроил на правильные ноты, потому что у каждого артиста есть определенный трек, в котором звучит его нота, и сейчас вроде все как настроены и готовы к спектаклю, остались последние какие-то подготовки, какой-то реквизит, какая-то мелочь. Мы все очень волнуемся, как перед настоящим спектаклем. Нет, ну это же и есть настоящий спектакль. Да, действительно. У меня такое ощущение, что у нас публика сегодня намного больше, и это очень здорово, потому что мы всегда мечтали о том, чтобы нас увидело больше людей, и сегодня мечты сбываются благодаря людям, которые нас поддержали. Спасибо за поддержку, которая была на старт тайм, и благодаря арт-паровозу мы сегодня рядом, мы вместе, несмотря ни на какие условности. Я знаю, что ты любитель крупных планов. Скажи, наличие камер, пяти камер на площадке театра, как оно влияет на твое настроение сегодня? Отлично, потому что я, так как вообще все артисты, артишок у нас киноартисты, они еще и в кино снимаются, я в том числе, то сегодня я уже успел подойти к режиссеру ПТС, к режиссеру ПТС, не Галине Пьяновой, и спросил, значит, слушай, а скажи, какие камеры, ну вот на какие камеры работать крупняками? Она такая, загорится красненькой. Но я на самом деле, конечно, за этим наблюдать не буду. красненький, Вика. Спасибо, будем знать. Вот, и поэтому будем подрабатывать, конечно, обязательно, но в первую очередь нам нельзя забывать о том, что это современная опера, и здесь очень важен аудиоприем еще так же, помимо того, что мы увидим визуально какую-то историю, поэтому приготовьтесь на 3D-ощущение. Спасибо, я отпускаю тебя, не буду отвлекать, давай. Я очень хочу рассказать также о других участниках нашего проекта. Это ансамбль современной музыки Игеру, музыкальный руководитель Санжар Байтиреков. Санжар сегодня исполняет великолепную партию на барабанах, на ударных, и мало того, это не только как бы привычные нам барабаны, это специальная установка, созданная, собранная из привычных нам казанов, но как они звучат, это какая-то потрясающая атмосфера, то, что дают эти музыкальные инструменты, которые мы здесь сделали в театре, над которыми работал наш художник Антон Балкунов, над которыми работал наш композитор, наш приглашенный композитор Александр Манацков, Саша, наш дорогой Саша, поэтому я так говорю легко наш, потому что создав этот проект, мы продолжаем быть вместе, например, Саша сейчас приехал в Алматы и преподает у наших студентов актерско-режиссерского курса, также Токжан Каратай, это музыкант, который исполняет свои партии на Кобезе, Айдар Куспанов, Виолончель и Павел Тарасевич Альт, то есть вот такой квартет, очень необычный состав музыкантов, музыкальных инструментов, и музыканты, они не только исполняют музыку, они непосредственно также сами принимают участие внутри спектакля, они тоже персонажи, они двигают действия дальше, и являются даже какими-то ключевыми сверхгероями, сверхперсонажами, потому что музыка, это сверхперсонаж, и то, что они исполняют, это какая-то энергия, или вещь, которая двигает этот спектакль дальше. Хочу посмотреть на часы, понять, сколько у нас осталось время до прямого эфира, вот сейчас на моих часах 20-18, уже совсем скоро зайдут зрители в зрительный зал, сегодня мы приняли решение забирать у зрителей сотовые телефоны, потому что вы не представляете, даже если зрители очень послушные, и всегда отключают звук на своих мобильных телефонах, очень часто на спектаклях происходит всегда одна и та же история, когда ты сидишь на стуле, ты что делаешь? Чаще всего ты телефон складываешь себе в карман, там джинсы или брюк, и потом этот телефон волей-неволей, потому что ты что-то смотришь, что-то выглядываешь, он выскальзывает и падает на пол, и на пол, там, где стоят наши стулья, зрительские места, и это всегда такой невообразимый грохот этих падающих телефонов, и так как сегодня для нас очень важен звук, очень важна тишина, потому что тишина создает какую-то невероятную атмосферу в некоторых ключевых сценах, мы даже у наших операторов вот эти переговорные устройства, с которыми они связываются с режиссером, мы там попросили максимально убрать звук, чтобы не было никаких помех, так вот, по вот этим причинам, мы решили предложить зрителям нашим сдать добровольно телефоны, вот, и не использовать их во время спектакля. Сегодня с нами также будет на площадке композитор Александр Монацков, и это очень важно, когда автор музыки находится рядом с артистами, настраивает на какую-то волну, работает, рассказывает о каких-то тонкостях музыкального материала. Сегодня мы делали занятия с нашими студентами на открытом воздухе, и люди, которые ходили в парке, которые проходили мимо, это уже перформанс, вы не представляете, когда сидят зрители на сцене, когда сидят люди, люди, когда сидят студенты в парке и занимаются, и делают какие-то музыкальные композиции, проверяют какую-то музыкальную теорию, погружены в свой какой-то конкретный процесс, и для прохожих это уже какой-то перформанс. Мне кажется, нашему городу очень мало такого атмосферного какого-то вливания в наши городские пространства, в наши парковые зоны, потому что любой парк, он становится театральной площадкой сразу. Вот вы видите, как мимо меня бегают мои коллеги, Маша Дорошенко, наш администратор, выключает свет. Я должна пожелать удачи, мне кажется, мне кажется, мы должны приготовиться к тому, чтобы эфир наш стартовал. Так, я немножко даже чувствую неловкость, находясь сейчас в гримерке, потому что обычно посторонним людям с камерой, тем более здесь нельзя находиться, но сейчас мы с вами здесь можем прочувствовать ту самую атмосферу. Вот все артисты разошлись, заняли свои места, сейчас техники проверяют камеры, и я думаю, что уже совсем скоро начнется наш прямой эфир. Дорогие друзья, вот, проверяю часы, потому что тоже хочу быть точной, и тоже хочу присоединиться к показу, посмотреть, быть рядом вместе с моими коллегами сегодня, давать им какую-то зрительскую поддержку, которой так сегодня не хватает в зале. Дорогие друзья, в 20.30 на телеканале, на нашем телеканале, на канале YouTube театра Артишок будет наша трансляция, спектакль Ертостик. Меня зовут Анастасия Тарасова, я управляющий директор, я очень волнуюсь, правда, потому что, во-первых, я не участвую в спектакле, и для меня где-то мое сердце, оно наполнено абсолютной любовью и абсолютным волнением к моим коллегам, и я даже не знаю внутри иногда, что они переживают, потому что чаще всего, когда ты со своими партнерами находишься в одной постановке, ты знаешь, какие у них здесь сложные моменты, а здесь, где можно выдохнуть, а сейчас я вместе с вами буду просто зрителем, и, наверное, буду делать максимум того, чтобы мое волнение не передавалось моим коллегам, а давать им больше энергии и больше любви. Я хочу сказать, что очень многие задают вопрос, будет ли дальше театр Артишок продолжать свою работу онлайн? Я скажу одно, вот сегодня в чистом виде эксперимент, сегодня мы проверяем сразу несколько вещей, во-первых, то, как казахстанская или алматинская наша аудитория, наши зрители будут принимать спектакль посредством интернет, через интернет, через прямую связь, через прямое включение, потому что очень много зрителей относятся достаточно скептически, мол, то, что сделано на сцене, можно воспринимать только вживую, но сейчас действительно какой-то момент посмотреть, насколько аудитория развернута и готова принимать такой формат. Это первый момент. Второй, который мы будем проверять, насколько международная аудитория будет подключена к нашему спектаклю, потому что для нас очень важно продвигать спектакль Ертостик на международный рынок, на международные фестивали, и мне кажется сейчас тот самый шанс, самая лучшая возможность, чтобы продюсеры, чтобы наши коллеги увидели наш спектакль. И еще, если говорить о том, насколько мы будем продолжать эту деятельность дальше, то, наверное, вот именно сегодняшняя реакция зрителей, какой-то отклик, который мы увидим и поймем, станет основополагающим. и также ваше желание поддержать нас на нашем краудфандинге на площадке starttime.kz мне уже режиссеры машут всеми руками, чтобы я закруглялась, это был мой вообще первый, наверное, в жизни эфир, я совершенно прыгнула в холодную воду, нас смотрят 360 зрителей. При вместимости нашего зала 144 места, у нас овербукинг. Друзья, но это не предел, конечно, возможности интернета, они бескрайние. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, нам сейчас, это очень важно. До встречи на спектакле. Пока.